В 2023 году эксперты прочат Китаю большое будущее. КНР может выйти на первое место в мировой экономике. Гегемон в лице США подвинется, и вот, казалось бы, счастье не за горами. Один из главных партнеров, а может даже союзник России, становится лидером. Да еще и социалистический, так может и России перепадет немного справедливости. Но декларировать социалистические идеи не значит следовать им, а вместе с этим и радоваться потенциальному лидерству Китая рано. Ведь и там всем рулит прибыль и выгода. Своим экспертным мнением об этом с накануния ТВ поделился политический обозреватель Константин Семин. Вы знаете, мне упование на то, что коммунистический Китай, в кавычках, к которому мы теперь относимся как младшие партнеры, что он нас прикроет, защитит, накормит, обогреет, заполнит наши автосалоны машинами своими, наши компьютеры, своим программным обеспечением. Мне эти упования немножечко напоминают рассуждения людей на Донбассе, которые я слышал в 2014-2015 году о том, что вот есть, несмотря на все наследие ельцинизма, несмотря на то, что правят олигархи, несмотря на то, что все разворовано, распродано, и лишь нефтяной и косметический грим заставляет людей, смотрящих на мир через телевизор, считать, что страна по-настоящему встала в колено, стремительно домократом развивается в направлении Роскосмоса. Вот несмотря на все это, люди на Донбассе думали, что вот с ними-то вот эти не подведут, не обманут, и все будет нормально, прикроют. Ну и по отношению к Донбассу примерно так же и получилось, как может получиться по отношению к России со стороны более крупного капиталиста, каковым является Китай. Вот мы вчера слышали, что очередной план приватизации на Донбассе утверждается. Соответственно, капитализм это капитализм, никуда он не денется. У капиталиста есть на уме одна исключительно история, это прибыль, извлечение прибыли. И все, чем Китай может помогать и будет помогать, так же, как все, чем может помогать и будет помогать российский капиталист кому-то другому, прикрывая это какими-то там мишурой разговоров о каком-то мире общем, о культуре, о ценностях. На самом деле за всем этим скрывается одно единственное, интерес к наживе, страсть к извлечению прибыли. До тех пор, пока можно будет что-то зарабатывать и получать, будут делать это. До тех пор, пока выгодно будет поддерживать вот такое вот ни шатка, ни валка, держащиеся на плаву положение вещей здесь. Просто из тех соображений, что если у нас здесь все развалится, то главная угроза для Китая станет еще более сильной и мощной. Вот исходя из этих соображений, будут как-то подкармливать, сопротивляться, может быть, сообща каким-то деструктивным процессом здесь. Но надеждой по-настоящему партнером, братским плечом здесь всем этим не пахнет и не будет пахнуть, с моей точки зрения. Поэтому, что такое империалистический мир и отношения в мире империализма? Это все-всех продают, все со всеми торгуют и в конечном счете все воюют против всех. Да, складываются какие-то коалиции, какие-то альянсы, но вы просто вспомните, как эти союзы и альянсы, как они быстро распадались, менялись, как из этих коалиций и альянсов разные государства в начале 20 века выходили, как только становилось ясно, что ветер военной удачи дует в другую сторону. Вот мне кажется, что и сейчас здесь будет происходить та же самая история. У руля всех, без исключения государств, и Китая тоже, не будем заблуждаться, находятся барыги. Люди, заинтересованные только в одном – в сохранении своего имущественного положения на вершине выстроенной ими пирамиды. Пирамиды неравенства, эксплуатации и иногда прямого рабства. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и распространяйте. Вот так? Продолжение следует...